и готова коллеги здравствуйте сегодня у нас мастер-класс сказки для менеджера и я таисия василишина сегодня представлюсь только в одном в одной своей роли я кандидат психологических наук потому что как раз эта роль больше к сказкам подходит проведу его в результате мы напишем сказку может быть кто-то сделает это впервые даже тот кто думает о том что он сказки не умеет писать будет удивлен что все таки это есть внутри нас у всех потому что в детстве мы читали потом нам их рассказывали потом мы научили сами их рассказывать вот ну и вообще мы все по жизни в нашей стране великие сказочники так что я думаю что в этом в этом только в хорошем смысле сегодня мы увидим убедимся ну прежде всего хочу спросить зачем вообще нужны сказки деткам нет взрослым тоже очень надо чтобы жизнь была поярче ну я вот для себя тоже такой вопрос ставила и в принципе отвечаю так детям они нужны для того чтобы научиться жить взрослым они нужны для того чтобы научиться выжить вот если ребенок во время изучения сказок да когда ему читают родители и изучает разных персонажей изучает разное взаимодействие да то есть видит какую-то модель жизненную впервые у него перено переносные смыслы появляются то есть он думает о том что колобка съели не по-настоящему да или там волку съел бабушку понарошку то есть вот эти вот все вещи они как бы психологически очень правильно там формируют все все то что нужно правильно формировать у нас взрослых это уже все есть мы там свое время сказками насытились мне кажется нам еще повезло мы больше в жизни это получили вот такой вот правильная устная перед передовальческой форме сейчас сказки странные персонажи странные но тем не менее все равно они есть вот и когда мы становимся взрослыми очень важно взрослому человеку уметь остановиться подумать осознать почувствовать да то есть углубиться в какую-то свою проблематику свою тему сказка дает очень хороший переносный смысл соответственно с помощью метафоры с помощью метафорического влияния нам прикоснуться к своей проблеме ли там вопросу проблем намного легче и намного проще вот в сказочной форме то есть сказка помогает вот действительно более глубокой рефлексии если вот коротко да зачем сказка нужно нужно взрослому человеку сказки создают ситуации в котором и дети и взрослые получать возможность задумываться над жизненными смыслами и в принципе сказки нужно не просто читать детям в том числе да очень важно о них размышлять очень важно обсуждать но это наверно тоже как бы проблема сегодняшнего современного мира что в лучшем случае современным родителям хватает книжку на ночь хотя бы там быстро быстро прочитать о том чтобы там порассуждать подумать поговорить это уже как бы второй момент на это не у всех и не всегда хватает времени ну я вот хочу сегодня допустим там очень коротко и не в качестве промо презентовать сказки для менеджеров это как раз те метафорические рассказы которые помогают взрослым менеджерам взрослым тетям и дядям которые каким-то там образом увлечены своей работой задолбаны своей работой в сумасшедшем мире там гонки за результатом за показателями вообще там процесс идет на выживание да в лучшем случае вот действительно вот найти то время для себя остановиться подумать кто я где я что было в моей жизни что было похоже на этого персонажа вот почему я делал так или иначе то есть как это более глубокая рефлексия как я уже сказала имеет место быть с помощью вот этого продукта когда сказки для менеджеров я писала то в принципе цель какая ну прежде всего для руководителя исследовать сказочного героя ну потому что это всегда рассказ о чем-то о ком-то там не знаю там про зайца про гнома там про волка еще про какого-то да естественно автоматически ставить себя на это место не осознанно потом следующий этап переживая определенные жизненные ситуации вспоминаем о том похоже ли понимаем похоже не похоже проблема вспоминаем как мы себя вели что было какие-то вопросы себе начинаем задавать какой-то там как что-то рефлексируем какие-то мысли появляются и следующий этап это очень важно не остановиться на том что у это у меня похоже да или там у меня тоже это было так а перенести вот этот вот сказочный смысл в реальность для того чтобы уже здесь в реальной ситуации сделать правильные выводы относительно решения этой проблемной ситуации во время работы со сказкой каждый может открыть для себя какие-то свои знания которые живут внутри в очень коучинговом формате это все происходит когда все ответы внутри нас да и в общем то вот это знание вот это отношение к сказке и принятие сказки она сама вера в сказку но сама по себе является очень терапевтичным существует очень коротко расскажу существует три основных принципа работы со сказкой первый принцип осознанности причины следственных связей но это просто как бы осознанный подход к тому что ты читаешь идентифицирование проблемы неважно похожа она на твою не похожа осознание героя в осознании каких-то действий и очень важен следующий принцип принцип множества смыслов то есть и вдруг ты понимаешь что вот то что тебе казалось хорошо да вот вдруг с одной стороны может быть хорошо с другой стороны может быть не очень хорошо или лучше всего если там ты считал что это конфликт и это плохо то вот это вот множественность смыслов она говорит о том что а с другой стороны да там ставя себя на место какого-то другого персонажа это еще иначе а с третьей стороны может быть в этом ничего плохого и нету это дает какие-то новые возможности новые какое-то новое движение вперед ну и третий принцип связи с реальностью то есть со сказкой нужно работать конечно не просто как с интересным рассказом с интересным сюжетом и там прикольным персонажем вот естественно это все нужно переносить на себя но в принципе еще раз повторяю больше это подходит в коучинговый формат можно и самостоятельно этим заниматься но больше конечно более эффективно когда куч используя вот такие вот метафоры используя какие-то образы используя каскоскотерапию задает правильные вопросы сосредотачивает на правильных внимание сосредотачивает на правильных деталях на точности и к уточнению вот отзеркаливает и в принципе вот это вот все что сказочное все что проблемное все что больше более-менее близко к нам мы переносим в реальность и делаем правильные выводы ну скажу честно этот метод не всем подходит потому что есть много людей других в этом наша прелесть что мы разные вот но помнить нужно что он напрямую связан этот метод с творчеством созиданием вера вера в добрые силы новые возможности и сама эта вера сказку вот в творчество созидание возможность исправить все каким-то волшебным образом в сказке и потом в реальности реально исправить вот эта вера она сама по себе уже очень такая ресурсная терапевтичная и в принципе клиент который ну на ваш взгляд как бы относится как раз к этой категории клиентов этот метод идеально подходит хотя если честно скажу так у меня есть клиенты в коучинге такие такие знаете конкретные дядьки которые слова сказка мы вообще с ними не употребляем потому что у них там свой стереотип что это вот но работать с ними через метафору работать с ними с образом и работать с ними эффективно через эти инструменты очень даже получается вот я сама как бы образный человек и у меня образное мышление поэтому как бы ну элементарный вопрос вот когда он там тебе грузит грузит рассказывает рассказывает и потом ты такой хорошо окей скажите пожалуйста вот на что это похоже и уже как бы раз и другое пространство мой это похоже на железные ржавый велосипед где я значит там еду под горку у меня сломалась цепь и а гора очень высокая и в общем там все скрипит и и жарко и и так далее что вокруг а вокруг там в общем что-то еще тоже очень проблемное и уже работая с этим образом как бы человек как-то очень очень близко это его образ это раз вот второе он отвечает на вопросы относительно этого образа он его исследует и в принципе потом описывая эту проблему и потом перенося ее в реальность очень хорошо иначе посмотреть на проблему с другой стороны сделать какие-то выводы инсайтов очень много поэтому да конечно метод подходит больше как бы к таким вот лирическим менеджером да можно это так назвать вот и с другими и циниками тоже можно пробовать важно чтобы вы в этот метод верили чтобы он был естественным для вас и в принципе не никакой там искусности не было из того какие бывают сказки не бывают художественные понятное дело что мы все помним народные проколобка мы все помним авторские братьев грим они бывают дидактические ные шаги честно говоря мне не посsi не посчастливилось ни у меня никогда не было педагога который использовал это потому что обычно это использует в обучении детей умные и очень правильные педагоги и у меня дети тоже заканчивают школу один закончил второй заканчивают я тоже не встречала такого такого как обычно у педагогов другие сказки про маленькие зарплаты там о чем что-то но это к сожалению жизнь но дидактические сказки существуют очень хорошо обучения происходит те так через дидактические сказки. Сказки психокоррекционные, это используют психологи тоже в основном с детьми, для того, чтобы есть неконструктивная модель поведения ребенка. Через сказку мы делаем ее конструктивной, то есть корректируем его поведение. Вот. Ну и, собственно, вот те психотерапевтическая сказка и медитативная сказка, вот эти два вида, которыми я пользуюсь. Я не могу сказать точно, какие у меня сказки здесь. Они и психотерапевтические, и медитативные, и еще какая-то смесь, наверное, какой-то тоже еще новый вид, то есть более-таки похожие на притчи и так далее. Психотерапевтическая сказка чего делает? Обязательно главный герой это наш клиент, обязательно понятное дело есть персонажи, ситуация описанная, это то, что касается его проблемы. Психотерапевтическая сказка применяется в психотерапии, но не обязательно хэппи-энд в конце. Вот, то есть клиент может остаться с вопросом, и это тоже хорошо. Клиент может уйти просто с незаконченной сказкой и досказать или дожить ее потом самостоятельно, уже уйдя из терапии. Клиент может взять из сказки только роль, и это уже классно. Он эту модель, эту роль, вот, например, там клиент тоже у него, немножко дурачок, роль. Это хорошая или плохая роль? Это в какой сказке. А если вот взагали подумать, какие у нас Иванушки дурачки? Ну, дурачок все равно отрицательный несет коннотацию, простовательненький. Съехать в сторону даже очень ничего. Во-первых, отрицательный, потому что дурачок, но с другой стороны, если посмотреть, он практически во всех сказках, которые я знаю, выигрывает. В принципе, это модель не лузера, это модель специфическая, да, может быть, он там не рвет на себе теляжку, и не рвет к дуракам всегда везет, и она легкая придурковатость делает человека практически. Прекрасная, легкая придурковатость. То есть Иванушка дурачок, его, значит, там жена затюкала, все затюкали на работе, там тоже какой-то там... Не, не, жена у него обычно Василиса Премудра или какая-нибудь прекрасная, да, которая тюкает. Ну, по крайней мере, я вот сейчас вот как бы вспоминаю одного клиента, которому эта роль очень помогла. Он не взял сказку, но он взял роль, и роль, он заточился, сразу перезаточился на то, что, блин, да, это же успешно. Ну, вот я такой, прими меня таким, особенно нужно было бы хорошо, там, допустим, ну, у него там с женой был, мы из семейной проблемы вывели эту роль. Если бы поработать с другим участником конфликта с женой и рассказать о том, что Ивашка дурачок, это все не так плохо, да, дай только ему возможность там съездить куда-то на печке, там, или там щуку поймать, или чего он там еще делал. Вот, то есть, в принципе, клиент, сказкотерапия, вот именно психотерапические сказки, это, может быть, просто начало чего-то, да, каких-то мыслей в другую сторону, абстрагироваться, уйти, выйти за рамки вот этой вот стереотипа в описании конфликта, в отношении к этой конфликтной ситуации, и это тоже уже может быть психотерапевтично, просто терапевтично. Ну, и медитативная сказка, это то, чего мы будем писать сегодня, как практику, это, может, психотерапевтическую, мешай мастеру, он знает, что делает. психотерапевтическую, как хотите. Медитативная, это всегда очень позитивная, всегда очень ресурсная, здесь нет плохих героев, здесь есть проблематика и какое-то волшебство, которое каким-то, причем клиент не заморачивается, каким образом оно возникло, откуда-то многие растут, ему это неинтересно, важно, что она ресурсная, потому что есть нечто, некто, не знаю, там волшебница, пыльца, таблетка, яблоко, которое вот ты с чем-то взаимодействуешь, и вдруг решается проблема. Опять же, она решается в сказке, но вера в то, что проблема в принципе может решиться, дает тоже какой-то клиенту ресурс. Так, что еще по медитативной сказке? Ну, это всегда развитие личностного потенциала, ну и собственно сам алгоритм, который я сейчас познакомлю, ну и потом мы сядем, чего-нибудь попишем, потому что нам же как-то нужно вот уже попрактиковаться. без травки не обойтись. Без таблетки. что вы курите? Значит, смотрите, во-первых, по правилам создания медитативной сказки, в ней, как я уже сказала, отрицательных героев нет. Ну, желательно их не использовать. Сказка пишется обычно для других. для себя это уже больше, это уже больше, может быть, самотерапия какая-то, ну, то есть не медитативная. Или же, например, вот я писала для себя медитативную сказку, я определила себя, свою проблему, но я для себя разграничила свои роли. То есть я заявилась, потом на следующий день я села писать этому персонажу, который заявился с такой проблемой, сказку. То есть у меня вот здесь вот есть одна сказка, которая для меня. Итак, что мы делаем? Объединяемся в пары. Клиент озвучивает свой запрос, описывая ситуацию. То есть это любая проблема. Желательно, чтобы она была несколько повторяющаяся. Ну, то есть вот есть какая-то хроническая штука, которая вот, ну, не справляетесь. Вы чего-то там буксуете. Потому что если вот, ну, просто какая-то вырванная там из контекста, тогда, ну, это тоже хорошо, но лучше взять какую-то более такую повторяющуюся хроническую проблему. Описываем ситуацию, даем, придумываем главного героя. То есть имя даем. Естественно, у нас должен быть герой. Имя должно быть по правилам, но опять же, это не очень обязательно созвучно имени настоящего человека. Ну, то есть если это там Лариса, то пусть она будет там Лисичка, или если это там что-то, то пусть это, ну, в общем, как-то так более-менее созвучно. При этом, это не обязательно должен быть человек, персонаж. То есть я вам сейчас усложню задачу. Вот. Усложню задачу. И первую сказку, которую я написала, вообще вот у меня главный герой, ну, вынужденно, да, то есть мне как бы дали главного героя, у меня как бы карьер самолет был, уже главный, то есть это вообще не человек был. Вот. Ну, в этом тоже есть прикол. Итак, у нас есть герой, мы выбрали героя, нам нужно какое-то окружение, да, то есть мы выбираем контекст. То есть, естественно, он где-то живет, есть какая-то некая там сказочная страна или сказочная ситуация. Вот. Начинаем описывать вот чуть-чуть об этом. Значит, вот по технологии, как это выглядит. Перенос героя в сказочную страну. Это два-три предложения. Жил-был такой-то, жил он там-то. Пункт 4.2. Описание устроя сказочной страны и ее волшебных качеств. Жил он там, значит, в семье гномов, вот, они делали то-то, все, значит, там были такие-то, да, вот у него и переступаем к его проблеме. А у него, значит, была какая-то проблема. Эта проблема, естественно, должна коннектиться с тем запросом, который вы дали, который дал вам клиент. Ну, вот, значит, там не мог он там, он опаздывал, например, да, или там не доводил дело до конца, как в моей сказке. После этого усугубляем, то есть, показываем развитие этой проблемы. Почему еще я говорила повторяющиеся, потому что и это пробовал, и это пробовал, и это пробовал. И вот мы доходим, его уже доводим до какой-то там крайней точки его проблематичности. Все это, как видите, 3, 2, 3 предложения, 3, 4, 5, 7, то есть, на самом деле, сказка может быть очень короткая. Дальше какое-то чудо, да, то есть, некое волшебство, некое стечение обстоятельств, когда вот эта проблема сложной ситуации разрешается. И вот он встретил какого-то мудреца, который ему там дал чего-то, волшебную таблетку, волшебную пилюлю, или там просто сказал волшебное слово, или еще что-то. И после этого мы, произошла трансформация обязательно у героя, вот, и мы начинаем описывать его новую жизнь. Ну, обычно мы сосредотачиваемся на его чувствах, на его каких-то эмоциях. Вот после трансформации, после того, как эта проблема решилась, он чувствовал себя так-то и был там невероятно счастлив, и теперь там то-то, то-то. Вот, и последний шаг, это завершение сказки. Обычно это полностью или частично это повторяет начало, то есть жили-были в сказочной стране такие-то, и там был тоже наш гном, вот, и вот он теперь уже не опаздывал, да, потому что то-то, то-то. То есть начало и конец очень совпадают, практически идентичны. Ну, естественно, зачем мы это пишем, потому что мы хотим прочитать сказку клиенту. После этого, естественно, идут какие-то коучинговые вопросы, вопросы в формате коучинга. У меня в книжке, я их назвала задумывательные. На что это похоже, да, 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 о чем это, да, да, а где вы увидели, то есть, а как вы отнеслись к волшебству, да, да, это помогло, не помогло, а как была ваша жизнь. То есть начинаем переносить в реальность за счет вопросов. Иногда вопросов вообще не нужно. Вот, о, блин, так вот оказывается какой-то северный олень, вот так вот надо сделать, вот, причем это может быть совсем не так, как вы описывали. У него просто на момент метафорического влияния случился какой-то инсайд. И теперь он понял, как это. Здравствуйте. Вот. Значит, что еще по метафорической сказке? Всегда она терапевтична и для тех, кто пишет сказку. Ну, потому что вы все равно пропускаете через себя, потому что все равно есть моменты, которые очень похожи с вами, вот, или было такое, или там есть сейчас, ну, для вас, может быть, она не острая проблема, поэтому вы ее не собираетесь решать, но похоже, да, то есть вот есть какой-то отголосок. И, как я уже сказала, да, то есть очень важно добавить рефлексирующие вопросы, поучинговые, для того, чтобы, для того, чтобы перенести вот эту сказочность в реальность. Пример. Пример. Я хочу прочитать сказку. На самом интересном месте пришли. скромно сказала я. Мы не можем пока не подтвердить, не провернуть, мы еще не слышали места. Да. Смотрите. Сказка про персонал. Значит, я сейчас буду не просто читать, а хочу все-таки, вот, девушки пришли, и еще раз, потому что будем писать, сейчас делать практику, да, поэтому немножко уже, как бы, читая сказку, вернусь к тому алгоритму, который, о котором я только что говорила. Так. Клиент озвучивает свой запрос. Ну, вот я вам читаю, как это у меня. Про изменения. Менеджменты перемены. Эти два явления всегда рядом. Руководители постоянно сталкиваются с необходимостью внедрять что-то новое в работу компании. Но люди этого не любят. Лучше тихая и стабильная жизнь, где все понятно. Почему кто-то решил что-то менять? И откуда такая уверенность, что это на пользу нам и компании? Такие вопросы порождают у подчиненных страх и сопротивление. Это сильно вредит организации, а руководителю мешает быть эффективным. Как внедрять изменения в работу компании, об этом наша сказка. Запрос понятен, да? Сказка про персонал. В одной обычной компании жил-был персонал. Персонал – это сам персонаж уже с большой буквы. Простой и без лишних мыслей в голове. Работа ему нравилась, так как была понятной и придумывать ничего не нужно было. Делай, как обычно, и будет правильно. А когда делаешь так, то получается хорошо. Все это могло бы продолжаться еще долго, если бы не руководитель. Руководитель – это тоже персонаж, который нарушил безмятежную офисную жизнь. Сначала он делал все правильно, сам много работал, часто по выходным и праздникам, а однажды решил что-то изменить. Ему почему-то казалось, что это к лучшему. И если раньше работа была по порядку, то теперь наоборот. А то, что делал персонал, теперь должен был делать его коллега. Сам же он получил другую задачу, для которой нужно было учиться заново. То, что раньше радовало, исчезло. А то, что в страшном сне не приснится, появилось. И еще хаос. Он пришел в компанию сразу после перемен. И казалось, что надолго. Сопровождение. Сначала все подумали, что хаос – друг руководителя. Но потом увидели, как кто-то отчаянно с ним борется. И решили, что это не так. Понять руководителя все равно не смогли, зачем нужно было все это задевать. Комментарий. Значит, у нас... Сцена. Значит, у нас есть клиент озвучил свой запрос, описал ситуацию. Подбор имени главному герою. Оно должно быть созвучно имени клиенту. Ну, у меня персонал, как главный герой с большой буквы, как один человек, но понятно, что это обобщенное. Выбор героя, также выбор идеи сказочной страны с ее волшебностями. У меня цикл менеджмента, где есть персонал, руководитель. Кто у нас там еще? Коллега. Коллега. Хаос. Кстати, вот я говорю о том, что у меня микс, потому что там, по идее, не должно быть отрицательного героя. Он у меня такой есть, полуотрицательный. Так, читаем дальше. Значит, понять руководителя все равно не смогли, зачем нужно было все это задевать. Позже. Персонал привык к изменениям и стал работать спокойно. Можно даже сказать, лучше, чем до того, поскольку только спустя время выяснилось, что все-таки изменения были на пользу. А руководитель взял отпуск. Он решил порвать со своим старым другом стресса, еще один персонаж, и для этого нужно было улететь с женой на острова. Вернулся босс в отличной форме, но со старыми мыслями в голове. Через неделю опять задумал перемены и все по новой. Персонал персонал от этого совсем приуныл и в офис не ходил. Неделю болел, хотел даже работу сменить, но побоялся. Подумал, что хватит, и мы уже в жизни перемен. Теперь стресс просто жил не в компании, умудрившись рассорить работников между собой, а их всех с руководителем. И пока внедрялись очередные изменения, все ненавидели друг друга. Но однажды руководитель на очередном собрании представил всем очень миловидную новую коллегу информацию. Здесь у нас перенесли сказочную страну, описали устройство ее волшебности, подробно описали крайнюю точку проблемной зоны клиента. У персонала какая проблема? Стресс. От чего? От изменений. От изменений, да, конечно. И дальше вот у нас пункт 4.4 стечение обстоятельств или волшебство, да, или там вот в данном случае у нас появляется новый персонаж, миловидная новая коллега информация, которая будет делать какое-то волшебство. Несмотря на свою привлекательность, она всем сразу не понравилась. Работники подумали, что это еще одна горькая порция изменений, а они уже так устали от этого. Однако, к огромному удивлению персонала, его коллег, информация оказалась полезной для них. Она начала говорить спокойно и уверенно, и все прислушались, вникая в суть сказанного. Новенькая сделала прекрасную презентацию своим коллегам, объяснив причину изменений. Она рассказала, что будет, если оставить все как есть. Это было понятно, но самое главное, информация спросила у персонала и его коллег, что они думают по поводу изменений. Она начала искренне интересоваться их мнением, и вместе они еще долго обсуждали, что теперь нужно делать и как можно уменьшить действие стресса, который порядком всем надоел. Самому стрессу такие разговоры явно не нравились, поэтому он заметно нервничал. Зато все сотрудники ожили, вдохновившись рассказом информации. Этот день персонал запомнил навсегда. Он впервые публично высказал свое мнение и внес предложение, что именно лучше изменить в его работе. Все слушали внимательно. Так, благодаря информации, изменения в компании были внедрены легко и эффективно. Стресс покинул компанию сразу после знакомства с новой помощницей босса. Сам руководитель делал теперь все правильно, а персонал и его коллеги уже были заинтересованы в переменах. А больше всего выиграл клиент, так как именно для него все это и затевалось. Он оказался богатым человеком и щедро вознаградил всех за отличную работу. Так щедро, что на острова в этот раз поехали все сотрудники, а не только руководитель женой. Повторяем дальше. В одной успешной компании жил бог персонал простой и без лишних мыслей в голове. Утром ходил на работу, вечером возвращался домой, работа ему нравилась и он теперь совсем не боялся изменений. Ну вот. Если бы не были свободные руки, я бы похлопала. Какая у нас картинка, да? У нас есть запрос, у нас есть имя главного героя. Это немножко может быть даже и неудачно выбрала, потому что есть у меня там сказки, которые конкретно под главного героя. Есть Лиса Тулина, потому что там главного героя звали так-то. Есть Гном Чу, потому что фамилия моего клиента начиналась на Чу и так далее. Здесь обобщенно персонал. Описали волшебную сказочную ситуацию, описали проблему, 4-3 подробное описание крайней точки. Пришла прекрасная женщина по имени информация все сделала волшебным образом, и чего у персонала уже его и выслушали, и то-то, и то-то. То есть, в принципе, ситуация разрешилась, он теперь другой, выглядит это иначе, появилось какое-то ресурсное состояние, есть перспектива. и в конце мы завершающим абзацем даем то же самое начало. Жил-был персонал, без лишних смысля в голове, но теперь он не боялся изменений. Ну, сложно это? Ну, вообще, как бы, не сложно на самом деле. Может быть, там по тексту все это сначала корявенько, но клиенту не важно ваша риторика, как она там красиво или некрасиво звучит. Клиенту важен смысл. Клиенту важно, что это похоже на его проблему, герой, они даже так радуются, как дети малые, когда герой похож, называется похожим каким-то именем. Так это ж обо мне, ну, конечно, о тебе, это же для тебя писалось. Вот. И ресурсное состояние по поводу того, что это может быть. Ну, здесь есть конкретный рецепт, да, через персонажей я даю рецепт, что надо делать, когда изменения происходят, информацию давать побольше. Вот. Это не обязательно делать вот прям готовыми решениями, это может быть, там есть другие сказки, где прилетела птичка, посыпала там пыльцой и всем стало хорошо. Не важно, что происходит, не важно, как это происходит, важно, что происходит. Происходит трансформация, есть путь к изменению, есть путь к тому, что конфликт, проблема или что там у тебя, оно решится. Вот. Ну, и дальше в ресурсном состоянии он идет это решать. Уже в реальности. Так, ну, то, что я уже сказала, да, ну, все, по теории все, потом в конце еще прочитаю одну сказку, такую напутственную всем нам, я ее очень люблю. Вот. А сейчас будем писать. Выдаю инструкцию, то, что, то, что я, вот, ну, прям инструкция, вот, все те же пункты, все те же шаги, вот они есть в листочках, в таких разноцветных, волшебных, это вы возьмете. Значит, теперь, дабы вам процесс усложнить, а может быть, наоборот, упростить, чтобы вы не заморачивались, не заморачивались сюжетом, не заморачивались. А как же? А как же? Женя, ты пришел на мастер-класс. Есть гений? Я же шел послушать. Слушай мастера. Будешь писать. Евгений, будите моим литературным негром. Я буду критиком. Значит, критиков у нас нынче за окнами стоят. да, да. Значит, давайте сначала объединимся, выслушаем, выслушаем проблемные ситуации друг друга, в одну и в другую сторону, по парам, а потом каждый подойдет, и я помогу выбрать героя. У меня есть такие волшебные карточки, всякие с картинками. Честно, они мне помогали тоже писать, потому что... Карты Таро? Нет, нет, не карты Таро, потому что все сказки написаны из живых кейсов, из живых людей, да, из живых проблем. Ну, это же надо как-то же сказку облечь. И вот тут у меня был затык пару раз, потому что, ну, как бы, вроде как 15 сказок немного, но поскольку это первая для меня такая работа, мне было немножко сложной. Поэтому вот такие вот всякие картинки, ты начинаешь уже ходить, смотреть и думать, вот, хорошо, дерево, дерево, это хорошее там, и начинаешь уже вокруг дерева. Ну, в общем, меняется жизнь, пока ты пишешь сказки, жизнь сказочно меняется, и я, в общем-то, ну, искренне могу всем пожелать это прожить, потому что это, это интересно, это такое погружение вот в другой, в другие слои себя самого. Так, объединяемся, как вы хотите объединиться.